Друзья, всем привет! Вы на канале Фактач. Здесь интересные факты и истории жизни людей и не только. Перед просмотром прошу вас подписаться на наш канал, вам не сложно, а нам будет очень приятно. И к тому же будет мотивация делать как можно больше контента для вас. Сегодня в выпуске предлагаю вам узнать, кто из иностранных и российских знаменитостей отделали штрафами и условными сроками или вообще не получили наказание за хранение наркотиков, вождение в нетрезвом виде и даже убийство. Итак, погнали! Кит Мун. Барабанщик группы The Who насмерть сбил своего водителя. Они отъезжали от паба, когда к ним пристали скинхеды и водитель вышел из машины, чтобы разобраться. Пьяный Мун в это время пересел на водительское сидение и попытался отъехать. В итоге сбил водителя. Насмерть. Суд признал смерть несчастным случаем и никак не наказал музыканта. Джастин Бибер. В 2014 году Бибера задержали в Майами за вождение в нетрезвом виде и сопротивление полицейским. Его не приговорили даже к условному сроку или штрафу, а просто отправили на курсы управления гневом. В том же году уже в Канаде певца обвинили в неосторожном вождении и нападении. С него взяли штраф в 600 долларов, а обвинение в нападении сняли. Линдси Лохан. Лохан приговорили к 90 дням тюрьмы в 2010 году за хранение наркотиков и езду в нетрезвом виде. В итоге она провела за решеткой чуть больше двух недель. Ее выпустили, потому что тюрьма была переполнена. Пока она отбывала наказание, к ней относились совсем не так, как к другим заключенным. Актрисе разрешали заказывать еду и принимать посетителей в неположенное время. Наталья Бочкарева. Был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом. В 2019 году актрису Наталью Бочкареву, известную по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», задержались сотрудники ГИБДД с наркотиками. В итоге ее лишили водительских прав и оштрафовали. А вот уголовное дело из-за хранения наркотиков просто закрыли. И не порочить имя артистам. Михаил Казаков. Актер, известный по роли Полежайкина в «Папиных дочках», несколько раз ударил ножом бывшего парня своей подруги Виктории. Тот скончался от ран. Казаков утверждал, что защищал девушку от ревнивого парня, который угрожал ей. Уголовное дело завели не об убийстве, а о превышении самообороны, из-за чего актер провел год за решеткой. Но потом дело пересмотрели и закрыли якобы по просьбе родственников погибшего. И Казаков вышел на свободу. Чарли Шин. В 2008 году актер уже отбывал условный срок из-за хранения наркотиков. Когда его арестовали за нападение на собственную жену, его адвокаты смогли договориться, чтобы с него сняли все предыдущие обвинения. А за нападение его отправили в реабилитационный центр на месяц. И заставили ходить на курсы управления гневом, опять же. Константин Меладзе, продюсер группы Viagra и старший брат Валерия Меладзе. В 2012 году он насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Именно он был за рулем автомобиля, сбившего насмерть 30-летнюю женщину. Он не пытался скрыться с места аварии и сам вызвал милицию и скорую. Следствие решило, что Константин Меладзе просто попытался предотвратить аварию. И в его действиях просто не было состава преступления. От трех до восьми лет. Ребекка Гейхард. Актриса, сыгравшая в сериале Беверли Хиллз и исполнявшая эпизодическую роль в «Однажды в Голливуде». В 2001 году сбила 9-летнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался. Ребекка не оспаривала свою вину в убийстве, но отделывалась тремя годами условного срока, лишением прав всего на один год и всего лишь штрафом. Такие вот дела, друзья. Какие ваши мысли по этому поводу? Как считаете, должны ли звезды шоу-биза отвечать за свои поступки? А если быть точнее, преступления? Пишите внизу под видео в комментариях, оставляйте свои мысли на этот счет, ну и не скупитесь на лайки, ну либо дизлайки. С вами был Фактач, всем удачи, пока.